Всем привет! В этом видео мы разберем один очень-очень явный симптом, у которого есть две причины, которые указывают на то, что вы постепенно входите в фазу переходного периода жизни, который еще часто называют кризис среднего возраста, но когда мы плавненько прощаемся с молодостью и переходим в состояние зрелости. Это происходит очень постепенно, у всех это происходит. По-разному, только у небольшого процента населения планеты это происходит сильно ярко и человека действительно очень трясет эмоционально. Но тем не менее этот симптом четко показывает, что вы уже в этот процесс, как говорится, вступили и он уже начался. Вот о чем идет речь. В какой-то момент в своей жизни вы начинаете замечать, что прежние обычные усилия перестали давать вам ожидаемый результат. То есть раньше вы что-то перед собой ставили, какие-то цели, какие-то задачи шли, делали, у вас все получалось. Сейчас вы ставите, как обычно, задачи, делаете вроде все то же самое, иногда даже больше и на самом деле не достигается. И у вас такое ощущение, что это похоже на бег на месте, это похоже на пробуксовку. И у этой пробуксовки есть очень четкие две причины, почему мы начинаем, много-много-много делаем и стоим на месте. То есть не достигаются результаты. Значит первый момент. Начинает плавно возникать изменение в нашей физиологии с точки зрения метаболизма и с точки зрения нашего гормонального фона. То есть гормональный фон начинает меняться, а метаболизм начинает замедляться. В связи с этим у организма уже нету такого количества энергии. Мы чуть-чуть быстрее устаем. Нам чуть-чуть больше времени нужно, чтобы восстановиться. Утром нам надо немножко больше времени, чтобы проснуться и взбодриться и так далее. То есть на этом этапе начинает происходить вот такое плавное-плавное-плавное замедление всего этого. И если человек сознательно это не разгоняет, то у него получается вот эта тема связана с тем, что он вроде как ему кажется делает все то же самое, а нет результата. То есть это уже первый признак, что процесс запущен. То есть для этого нужны дополнительные мероприятия, связанные с физическими нагрузками и другими моментами, которые позволят человеку поддерживать еще свою энергетику на нужном уровне. Второй момент. Когда мы становимся взрослыми, там нам исполняется 18-20 лет, мы делаем очень много различных действий. И конечно же со временем у нас накапливаются различные ошибки. Ошибки, что мы что-то начали, бросили. Ошибки, что мы пытались что-то делать, но у нас не получилось. Ошибки сожаления, ошибки в разных обидах, в чувстве вины, в том, что мы что-то не успели, в том, что мы что-то не начали и так далее. То есть нас начинают переполнять мысли о прошлом, о том, что мы что-то там сделали не так. И вот эти мысли, вот этот багаж вот этих ошибок, на самом деле это опыт, а не ошибки. Но багаж воспоминаний, багаж вот этих вот переживаний о прошлом, он накапливается. На каком-то этапе набирается критическая масса, которая встречается вместе в какой-то точке X со снижением энергии. И получается, что и действовать эффективно, и тащить свой багаж уже не получается. Поэтому и человек начинает, его жизнь начинает выглядеть как бег на месте. Вот, то есть это две чутких причины, которые создают вот тот самый симптом, когда нам кажется, что мы что-то делаем, а у нас не получается. То есть что с этим делать, это прям отдельная обширная такая тема, это в другом видео. Но от багажа надо избавляться, естественно. То есть нужно сбросить весь этот балласт, все эти кирпичи, все эти чемоданы без ручки, потому что дальше с этим балластом особо ничего не выйдет. Ну и собственно говоря, энергетику поддерживать на должном уровне, то есть нужна определенная физическая нагрузка. То есть что будет дальше? Если эту историю не сбросить, то есть не сбросить этот весь балласт ошибок, не сбросить это в прошлое, не избавиться от этого. И не поддерживать свой метаболизм и гормональный фон на определенном уровне, дальше это будет продолжаться сползание, замедление нашего метаболизма. То есть будет продолжать снижаться энергия, а ошибки будут как снежный ком нарастать, потому что там одно цепляется за другое, и нас это начинает накрывать. У нас появляются различные депрессники, различная апатия, чувство упущенного времени, что время вышло. И вот этот может появиться страх, что вы чего-то не успели в жизни и так далее. То есть вот эту историю нужно все сбросить. Как? Это отдельная история. Но если мы это не сбросим, это будет нас угнетать, это будет нас раздражать, это будет вводить нас в состояние апатии, это будет вводить нас в состояние потерянности и так далее. То есть дальше будет только это все усугубляться, 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 по нарастающей, по наклонной, как вам удобно. То есть с этим нужно разобраться. И тогда еще достаточно долгое время мы можем жить эффективной жизнью, достигать, радоваться, все будет хорошо, но с этим надо разобраться. Если бы мне 15 лет назад вовремя кто-то правильно рассказал, что это будет происходить, как это будет выглядеть, то я бы сэкономил огромное количество времени, сил и денег, потому что мне пришлось долгое время разбираться, что это такое, как это на меня влияет, откуда эти ошибки берутся и так далее. То есть много лет мне понадобилось, чтобы разобраться, как от этого избавляться и так далее. То есть если вы заметили этот симптом у себя, не вчера, а может это было в прошлом году и так далее, и все еще продолжаете пробуксовывать, пришло время с этим разобраться и жить дальше нормальной полноценной жизнью. На этом все, привет, надеюсь эта подсказка будет ценной для вас и для вашего будущего. Спасибо.